МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...открылась выстава под гучной назвой «Наша спадшина». Сегодня у Гомеля пройшел городский фестиваль поветренных змеев, а зараз об этом и иншим больше подробно. Парад у складанной кветок до памятного знака и уручения у знакарод. Сегодня у Гомеля пройшли урочистости промеркованное до 100 год за створение пограничной службы Республики Беларусь. Мероприемство наведал Олег Сентюров. Своё прессийное свято они никогда не могут встретиться разом. Наверное, на 100-годовый юбилей створение пограничной службы Республики Беларусь некто обовязково будило на ради. Порушение державной границы, умовно и тесоправданное, может отбыться у любую хвилину. Адекватно реаговать на все макчимые выклики и погрозы для пограничной службы, это задача номер один. Боротьба с нелегальной миграцией и международным терроризмом, забеспечение территориальной целостности и суверенитету державы, значение мая у сём. Почас митингу, каля мемориалу «Вечный огонь», об этом нагадывается ещё раз и тут же проводится параллель. Зменяются обрисы границ и ведомственная принадлежность пограничной службы, а для застаётся головная верность родиме. Справу сегодняшних пограничников готовы притягнуть наученцы гометского кадетского училища. Некакий день тому, 9 кадетов вытремали достаточно складанное в опробовании на право ношения зелёных беретов. Сверху наученцев в училищах это вельми престижно, особенно, когда после закончения установы марш стать курсантом института пограничной службы. У меня класс пограничников, мой командир – это Елена Александровна, она служила в пограничной группе. И вот, я считаю, что эта профессия для меня интересная, очень ответственная. Ну и я решил сдавать на зелёный берет. У складания кветок до мемориалу «Вечный огонь» не просто традиция, а это не на поваге тем, кто оборонил родиму подчас великой отчины. Начинающий с червяня 41-го, каля без загаду, рубеж не покинула. Ни одна из 485 застав, которые находились на заходной границе, по планах вермахта заставы необходимо было закопить у всего за 30 минут, но они держались значительно больше. Об этом не шмот кто ведет, но оборонцу Брестской крепости было в целом 5 одинок автоматической стрелковой зброи. Высокие автоматы по ПД-40, все остальные винтовки, но и при этом пограничники взмогались, а мать месяц. Медали за бездакорную службу, нагрудные знаки за отзнаку, гоноровые грамоты Гомельских областного и городского выконавших комитетов, и они саправды заслужили гэты узнагороды. Можность, героизм, отвага для саправданного пограничника гэты не только девиз, життёвый ориентир. До речи шмат заново увяденил, и кеопотом выкорствовались во всем Советском Союзе у свой час, народились на белорусской земле. Контрольно-следовая полоса, питомники для службовых собак, охова границы с допомогой авиации. Усё, гэта починалось и тут. Сучастные белорусские пограничники так само и мгнутся быть лепшими. Профессионализм у этой службы ценився завсёды. Первая, самая минимальная подготовка это инспектора пограничной службы, это порядка двух месяцев. А, как вы задали вопрос, специалисты по техническим средствам, охрана границы, это 4 месяца. Специалист пограничного контроля, который выполняет задачи в пункте пропуска, это порядка полугода. Но это первичные знания и навыки. А в остальном это всё отшлифовывается, опыт, дальнейшие курсы, которых очень много, на которые военнослужащие отправляются для того, чтобы качественно выполнять поставленные задачи. Олег Синтеров, Андрей Иванов, Телера, до компании «Гомель». 650 удельников с большей к 30 краин свету и 9 подписанных документов по реализации инвестпроектов на агульную сумму больше, как 480 миллионов долларов. Это первые выники 15-го экономичного форума, который прошел в «Гомеле». С планами организаторов и намерами удельников ознайомились наши корреспонденты. Беларусь, Россия, Германия, Китай, Египет, Турция, Финлянда. Как перелечить все 32 краины, которые принимают удел в экономичном форуме, потребны несколько минут. Разом с героинами компании приехали процедуники, аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий. Тенденции, которые сейчас означаются в общественной экономике, сприяют активизации бизнес-относинов. Если в 2006 году в международном рейтинге по легкости ведения бизнеса Беларусь находилась на 124 позиции, то сейчас на 37-й. Значный влияние на этот процесс оказало удосканавливание инвестиционного законодательства. Сегодня это одна из главных задач державы. У якости становшего приклада у Гомельской области. Если взять статистику, вот я ехал сегодня, посмотрел, с 2011 по 2017 год в Гомельской области инвестировано 17,7 миллиардов долларов. Это 15,6% от общих инвестиций в Республику Беларуси. Поэтому показательно, по темпам роста инвестиций, она на первом месте в Республике. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года она будет еще тверже стоять на этом первом месте. На этот раз удельникам Гомельского экономичного форума пропоновали 145 инвестпроектов от строительства цеха по вытворчеству мягких сыров до створения предприятия по выпуску гипсовой продукции. Причем притягнение инвестиций не сама мета. Укладенный в экономику сродки залог повышения добробит уже хорошего региона. Сегодня даже и те показатели, которые имеют по выручке на одного проживающего, по выручке на одного работающего, он самый высокий в Республике Беларуси. Это говорит о том, что мы на правильном пути и чем больше будем задействовать возможности новых производств на территории, тем, конечно, жизненный уровень наших людей будет выше. Поэтому стремимся к этому и делаем все возможное с учетом сегодняшнего мероприятия. Проекты для реализации на территории Гомельской области пропонуют не только организаторы форума. Чешский бизнес мая намер перенести у Беларусь предприемства по вытворчеству медицинских имплантов и инструментов. Отповедный протокол подписывается подчас работы форума. Мы думаем, что это будет инвестиция приблизительно 15 миллионов евро. Это будет первый этап. И 50 работников на этой фирме. И постепенно мы хотим развивать. Поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но прежде всего и рынок Евроазийской унии. Сирот постоянных удельников Гомельского экономичного форума простонники Российской Федерации. Одинная экономичная простора позволяет эффективно реализовать суместные проекты по вытворчеству конкурента с дольной продукцией. У приватности зараз у Гомельского облаконка пропрацовываются новые накерунки взаимодействия с Нижегородской областью. Ее простонники так само приняли удел в работе экономичного форума. Торговый оборот моей области, Нижегородской, с Республикой Беларусь это свыше миллиарда за 17-й год долларов, разумеется. А больше, чем у Казахстана с Республикой или с Турцией. Тоже меньше, чем в моей области. Поэтому по Горьковскому автозаводу большое сотрудничество. Дойдут газели, соответственно, к нам МАЗа. Это, естественно, Жлобинский металлургический комбинат. Естественно, сельское хозяйство. И такая личба. Зараз реализована, эти знаходятся у стадии реализации 49 инвестпроектов, презентованных подчас попередних гомельских экономичных форумов. Огульная сумма укладенных инвестиций – 864 миллионы долларов. Уверен, что мы в самое ближайшее время можем значительно еще прибавить. Мы со своей стороны, в данном случае законодатели, конечно же, тоже думаем над тем, как повысить привлекательность нашей страны. Вот буквально вчера проходило большое мероприятие в Минске, где было очень много тоже иностранных гостей. Вы знаете, практически у них нет отрицательных каких-то эмоций. Нам надо крепко подумать над тем, все вместе, чтобы все вот эти хорошие, позитивные моменты, которыми обладает Республика Беларусь, в данном случае Гомельщина, направить такое хорошее конструктивное русло. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Валера Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У рамках Гомельского экономичного форума пройшел другой Конгресс свободных экономичных зон. Сирот удельников – представители 16-ти краин света. Подробности в наступном сюжете. Первый Конгресс свободных экономичных зон пройшел у Гомеля в 2015-м. Его инициатор – администрация СС Гомель Ратон. Основная мета – обмерковать перспективы развития таких утворений. По сути, разговоры идти об шляхах протягнении инвестиций и створении новых прационных местов. Гомельшанам Йошим поделиться. Сегодня резиденты СС Гомель Ратон працуют в 11 районах области. Полова зарегистрованных предприемств за межным капиталом. Резиденты СС вырабляют в 13% промысловой продукции Гомельской области. А праша таго на их долю препадает 20% экспорту товаров и амаль чверц инвестиций, які отрымливая в область. Они же приходят не только с миллионом. Если они идут сюда, инвесторы, значит, они вкладывают достаточное количество денег, например, как ДЛКОМ-40, они 25 миллионов за два года вложили. Да возьмите ЛКОПАК, 125 миллионов вложено инвестиций и создано более тысячи рабочих мест. Веронять в опыт инжига и поделиться уласным. Почас работы Конгресса своими напрацоками делятся простойники Германии, Казахстана, Сербии, Латвии, Грузии. В прошлом году в Гомельской свободной экономической зоне зарегистровали 7 новых резидентов. У администрации СССР лишат, что это вельми недрянный покажик. Разом с тем, все не только створением специальных правовых режимов для резидентов обнажевываться уже нельга. Керавництво Сусветной Федерации свободных и специальных экономичных зон с такой думкой погаджается. Для того, как притягнуть инвестора, для его необходно створать додатковые умовы. Самые успешные свободные экономические зоны в мире предлагают такие услуги, как погрузка, разрушка, логистические услуги, помощь в комплектации партии. То есть дополнительно оказывают услуги для предприятий, чтобы они не занимались этим, чтобы они занимались исключительно производством. Олег Шансеров, Ольга Канавалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Пять месяцев подрыхтолки выбор оптимального варианта взносу пролик ризы к десятке заденечных специалистов у тем лику из Академии наук. Усё деля не кальких секунд. Треснутую частку аварийного моста у Житковичах нарешті подрыхтовали до взносу. Выбух прогремел учора ранецы. Огонь! На закладку амальць двух тонн у заручатки спатрэбілася п'ять дзён. Ацяляць сусіднія вёскі, а гэта каля трох тысіць жахаров, не стали. Выбух был накераваны і кропкавы. Кабуся ўжыццявіць, прышлосі змяніць рэчы шыракі, а пат аварийным мостам зарабіць адмысловы насып, на які і лягло будавнічая смецця, дзякуючы чаму пазбеглі забруджування Прыпяття. Це позволить нам продовжити дальніші роботи по демонтажу і ускорити сооруження нового моста. Для нас це був дуже важливий момент, тому що у нас сроки достаточні сжаті. Усе ризики проїзнося моста були пролічені. Одразу після вибуху пляцівку обследовала спеціальна комісія. В'ядомо, а пошніе слово скаже навука, однак уже зрозуміло, деформацію і пошкоджування останній частки моста нема. Особая благодарність, наверное, президенту і всім тим, хто сьогодні займається цим мостом. Повірте, що мост роз'єдінил людей на дві частии. І дуже багато було проблем, дуже багато було. Це зість треба жити і було почувствувати це все. Наступний етап – розбір завалів і установка часових опор для монтажу нового проліту. Будовнікі гарантують якость конструкції. Пакуль роботу йдуть у відповідністю з графікам. Працаваць тут будуть спеціалісты одразу некалькіх мостобудовнічих управлінняв. Першая партає металічних конструкцій уже доставлена на пляцовку. Александр Гавейка, препатримці агентства «Теліновін». Старшиня Державного митного комітета Юрий Сянько на чолі Республіканської інформаційної групи наведав Єльську районну бальніцу. Основная мета візіту – розповість колективу установи «Аховы здоров'я» об соціально-економічному розвитті країни, задачах на будучиню, а так само отказатися на питання. С подробязностями корреспонденти телеканала «Мазир». Почас зустречі з колективом установи «Аховы здоров'я» Старшиня Державного митного комітета Юрий Сянько звернув увагу на ключовы аспекты, што гадовага послання керувніка Державы беларускому народу і національному сходу. Сустреча президента з парламентом прайшла у красавіку. По традиції, на важным для країны мероприємстве подводзіли вынікі, открыто казали абстання справ і візначалі праіретэты. Міждународная палітика і місцца Беларусі як сувереннай державы-мяротворцы, досягненні і праблемні моманты, планы на будучыню, якое залежыць ад кожного з нас. Кераўнік мытнага комітета до сустречы з медикамі рыхтаваўся загадзя і сабраў інформацію абразвіцці галіны «Аховы здоров'я». Я думаю, це дуже важна і нужна форма общення з различними коллективами. Мене, як руководителю таможного ведомства, казалось бы, не совсем характерно встречаться з коллективом медицинским. Но вместе з тем, я в свою очередь, готовясь к этой встрече, я изучил работу региона, очень плотно пообщался з Мінистерством здравоохранення, получил соответчую інформацію для общення з коллективом. И сегодня, конечно, с удовольствием ту інформацію, которую мы можем дать для местного коллектива, естественно, я дам с позиции государства то, какая она в действительности есть. То, над чем работает государство, то, над чем работает медицина, то, над чем работают различные министерства и ведомства, в том числе и таможенный комітет. Юра Сянько спыниўся і на работе сваёй структуры. Мытныя органы робять ўсё махчымая, каб країна транзіт была привабная для піровожчыкаў. Постоянный прирост количества транзита по территории Республики Беларусь говорит о том, что наша страна, наше законодательство, наши технические возможности для обработки всех пассажиро-транспортных потоков готовы с точки зрения возможности обработки ещё больших потоков. Это удовлетворяет сегодня Министерство транспорта. Они постоянно на всех мероприятиях констатируют факт, что стало более удобным пересекать границу. Это говорят за себя и наши дороги, когда с очень комфортными возможностями, в том числе транзитный транспорт пересекает нашу страну. Увеличивается и торговый оборот внутри страны. Приятно констатирует тот факт, что за 4 месяца текущего года таможенной службой Республики Беларусь было собрано в бюджет нашей страны на 312 миллионов долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года. Один и день информования у Ельской больницы пройшов у форме конструктивного диалогу. После доклада Юру Сенько отказал на пытание, яке поступили с залы. Так само старшиня мытного комитета у рамках визиту ознайомился с работой установы Аховы Здоровья и отзначил установчив опыт эксплуатации у больницы электронной системы регистрации наведывальников, записы на приём и выписки рецептов у электронном выгляде. Виктория Сеницкая и Лидия Поттер, Вечеслав Преписнов, телеканал Мазыр, специально для телерадио компании «Гомель». У Беларуси стартовало комплексное мероприемство «Увага, дети». До 5 червеня все машины у светлых час суток повинны рухаться за включенным близким светлом фар. У инши выпадку водителям придется заплатить штраф у померы до двух базовых велешин. Инспекторы ДАИ будут вести узмоцненный контроль за выкананием водителями правилов дорожного руха, особливо у местах размещения установ адвокации и на пешеходных переходах. «Увага» будет надаваться так само беспечной перевозцы детей. А кроме того, сопрацовники Держалтой инспекции выступят перед школьниками у день опошнего звонка. За 4 месяца 2018 года на дорогах региона отбылося 8 дорожно-транспортных здареньев з уделом неполнолетних, у яких 9 детей отримали травмы. Оригинальные предметы побуту и интерьера с природных материалов у лепших традициях народных мастацких промыслов. У картиной галереи Гауриила Вашенки открылась выстава под гучной назвой «Наша спадщина». Она накерована на заховании национальной культуры и развитию белорусских народных традиций и промеркована до года малой родимы. Подробностей у Вероники Ворошилиной. Выстава «Наша спадщина» – это яскравый калейдоскоп самых разных рукотворных экспонатов, сделанных наученцами Гомельского державного профессийно-технического колледжа народных мастацких промыслов. Представленные объекты адлюстровывают традиционные техники белорусской народной творчести. Плетение злазы и соломы, разбу по древе, мастацкую вышелку и роспис. Тут можно убажать привожие живописные полотны и декоративное панно. А еще дипломные работы наводчанцев колледжа у рамках нового проекта «Летопись тысячагодзя». Это национальные костюмы, макеты архитектурных сбудований, докладные миниатюрные копии храмов и святиньев наших регионов. А так само ляльки в виде вядомых исторических особ, выполненные золиком всех на самых дробных деталях. Мало того, что мы делаем куклы сами из полимерной глины, это уникальные вещи, ручная работа. И подбираем костюмы, безусловно. Сегодня, понятно, очень сложно найти исторические костюмы в цвете, в тесьме, как они изготавливались. Но мы ищем по источникам, по литературным. Кроме этого, мы делаем макеты, те, которые были когда-то, в 12 веке, в 14, в 16. То есть мы охватываем таким образом наше тысячелетие, нашей страны, какие раньше были храмы. Мы сегодня говорим, что это храмы. На открытии выставы «Наша спадщина» все жадающие могли поудельничать у займальном майстер-классе по створению дровляных оберегов и убачить оригинальные дизайнерские вырубы, распрацованные наученцами и педагогами установы. У целом за опушние три годы Гомельским державным профессийно-техничным колледжем народных мастацких промыслов было проведено коля 70 выстав. Все лета это уже 11-е по лику. С картиной галереи Гаврила Вашченко колледж связывают особливые сябровские отношения, бо тут зауседы с великой повагой ставятся до молодых и креативных талентов. Когда мы предоставляем наши залы молодым и талантливым, особенно если говорить об учреждениях образования, то мы хотим поддержать эти учебные заведения, дать какую-то популяризацию и где-то даже профориентацию, показать, что в нашем городе, в нашей области есть такое или иное учреждение образования, куда могут поступать ребята, заканчивающие школу, и повышать свое мастерство. Выстава «Наша спадшина» накирована на заховании национальной культуры и развитие белорусских народных традиций и промеркована до года малой родимы. Убажить ее картиной галереи можно на протягу месяца. Вероника Ворошилина, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Сегодня в Гомеле прошел городский фестиваль поветренных змеев. Удел в мероприемстве, которое прошло в пятый раз, приняли больше 50 экипажей. Для отрывания перемоги необходимо протриматься у поветра не меньше за хвилину, а так само максимально худко узнять змея у поветра, а после завершения выступления сдействовать посадку. По словам организаторов, наибольшие квалификованные пилоты могут керовать змеями, навык незалежно от худкости и напрямку ветру. У вогули до споборництва допускаются все жадающие пришимы змеи, могут быть как промысловые, так и уластные в творчестве. По сути, Гомельский фестиваль можно лишить своей особливой репетиции перед республиканским споборництвом. Неких отборочных туров тут не проводится, а ли отрыванный в опыт лишним не будет. Это мероприятие уже проводится в пятый раз, поэтому оно достаточно популярно у родителей, у детей. Нас уже знают в городе, спрашивают. И всегда мы проводим на последнюю суботу мая в преддверии Дня защиты детей. То есть такое внешкольное мероприятие. И здесь достаточно много участников, которые участвуют длительное время в течение последних пяти лет. Это и другие новости вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин